Голландию. Дамбы, флот, тюльпаны, сыр, архитектура, живопись. А также с тем фактом, что территория почти третьей страны находится ниже уровня моря, что собственно вынуждало голландцев бороться с морем путем активного строительства дам. С другой стороны, постоянные опасности сформировали у этого народа любовь к приключениям и альтруизм, что позволило голландским купцам безрядно разбогатеть, а Нидерландам к началу 16-го столетия превратиться в одну из богатейших стран Европы. Тем не менее, она все еще продолжала оставаться под пятой Священной Римской империи. А после разделов Карлом V своих владений между сыновьями Филиппом и Фердинандом, Нидерланды отошли к первому, уже занимавшему Испанский престол. Филипп, о чем я уже не раз рассказывал в предыдущих видео, был ярым католиком и помимо того, что начал выжимать из богатейшей колонии своей империи, приносившей в два раза большие доходы, чем в американские колонии все соки, он еще и ввел в Нидерландах инквизицию, стремясь любыми способами предотвратить распространение там протестантизма, ну все как по заветам батюшки. Естественно, что такие методы не способствовали лояльности голландцев в испанской короне, и если южные католические Нидерланды относительно лояльно восприняли приход испанских войск под началом герцога Альбы, то север страны сформировал конфедерацию под названием 17 провинций, дабы дать отпор агрессору. Официальное признание Нидерланды получили в 1648 году, после заключения Весфальского мирного договора. Голландцы приступили к колонизации заморских территорий почти сразу после окончания войны за независимость против Испании. Уже к 18 веку в состав Нидерландской империи входили Гвиана, Индонезия, Индийские, Цейлонские и Формозские, то бишь тайваньские торговые поселения. Кроме того, активно велось освоение Гвинеи, Анголы, Южной Африки и даже крупнейшей португальской колонии Бразилии в период, когда Португалия находилась под властью Испании, а ее империя переживала кризис. До 1795 года Нидерланды именовались Республикой Соединенных Провинций. Они по-прежнему представляли из себя конфедерацию семи монархий и одной республики, формально возглавлялись генеральными штатами, а фактически статхаудерами, ну то есть штатгальтерами. Несмотря на то, что государственное устройство республики было довольно архаичным, провинции сохраняли многие старинные привилегии, подавляющее большинство населения страны проживало в городах, что позволило Нидерландам стать первым буржуазным государством в Европе. Теоретиком голландского экономического и геополитического доминирования стал Питер де Лакур. В 1662 году он определил свободу вероисповедания, образования, торговли, искусства, производства и гражданства в качестве принципа финансового господства Нидерландов над другими странами. Вторая половина 17 века прошла под знаком противостояния за морское лидерство между Нидерландами и Англией. Однако с 1680-х годов страны начали политическое сближение, стремясь предотвратить дальнейшее усиление европейского гегемона тех лет Франции. Нидерланды традиционно были объектом ее территориальных интересов, а Англия опасалась чрезмерного доминирования какой-либо державы на континенте, создававшего против Англии огромный сплошной фронт. Союз укрепился после провозглашения Вильгельма Третьего Аранского английским королем в 1689 году. В 18 веке влияние Голландии в Европе постепенно сходит на нет, хотя именно Амстердам и голландский флот взял за образец русский царь Петр I при строительстве Санкт-Петербурга и русского флота соответственно. В 1795 году после французской интервенции страна получила новое название Батавская республика, а в 1806 году в Нидерландах был окончательно ликвидирован республиканский строй и установлено королевское правление. Вообще за годы наполеоновских войн Великобритания аннексировала практически все голландские колонии и к 1815 году возвратила Нидерландам лишь малую их часть, включая Индонезию. Решением Венского конгресса в качестве буфера между Великобританией, Пруссией и Францией было создано объединенное королевство Нидерландов. Нидерланды не только были возрождены как суверенное государство, но и включили в свой состав земли бывших испанских и австрийских Нидерландов. Однако местное население, большая часть которого исповедовала католицизм, не желало жить под властью протестантов и в то же время не желало присоединяться к Франции. В 1830-31 годах оно восстало против правительства и вскоре на территории южных Нидерландов было провозглашено Бельгийское королевство. Со временем оно стало богатым и успешным государством и даже обзавелось собственными колониями, в то время как Нидерланды продолжили падение. Единственной их золотой жилой оставалась Индонезия, которая была завоевана японцами во время Второй мировой войны. Для Нидерландов эта война стала поворотным моментом в их истории. Мало того, что страна была оккупирована немцами, так еще и после войны пришлось сдать независимость Индонезии и Суринаму. В настоящее время в зависимости от Нидерландов прибывают лишь территории расформированных 10 октября 2010 года Нидерландских Антильских островов, в том числе Аруба, Кюрасау и Синт-Мартен. Короче говоря, Голландская империя. Друзья, огромное спасибо за просмотр. Хотим напомнить, что у нас есть свой паблик ВКонтакте, ссылочка в описании. Там же в описании вы найдете ссылочку на наш инстаграм-канал и ссылочку на сайт, где можно поддержать наш проект, donationalerts.com. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии и делитесь этим видео в самих сетях. До скорых встреч! Пока!